Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Дорогие друзья, ещё раз вам добрый день, доброе утро. Сегодня у нас понедельник. В Москве понедельник непростой. Видимо, после длительных выходных у масс больших творческих и производственных проснулась совесть, все поехали сразу на работу, устали, соскучились. И Сергея Вячеславовича Савельева, можно сказать, задержали в дорожной обстановке. Сергей Вячеславович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть всегда в нашей студии. Да, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии человека Российской Академии Наук. И сегодняшняя наша тема, она заявлена вот так вот. Не просто. Пластичность памяти. Пластичность памяти. Сергей Вячеславович, что мы под этим понимаем? Под пластичностью? Ну, в первую очередь, в молодые годы мы под этим понимаем то, что мы не помним то, что нужно. А в старые годы мы под этим понимаем склероз. В общем, в основном. То есть, на самом деле, если без шуток, то пластичность памяти — это то, что у нас память, к сожалению, не постоянна. А с чем проблема-то? Проблема состоит в том, что наша память устроена таким образом, что она динамическая. Ну, как вот в электрической лабуде, то есть в компьютерах, там, всяких телефонах. То, что оперативная память есть, вы выключаете, и все это исчезает. Вот наша память вся так, без жесткого диска. Долгое время хотели доказать, что есть какой-то жесткий диск, есть какой-то носитель такой отличный. И отсюда, например, вот в Америке перекачали много миллиардов долларов в карманы научных прохиндеев у нас тоже. Парочку нобелевских премий дали. Ну, почему? Потому что читали, что нужно найти такую молекулу памяти, на которую, как на пленке. Но это возникло тогда, когда появились магнитофоны и пластинки до них. И оказалось, что вот на дорожку запишешь что-то, и там, значит, хранится. И вот вместо этого, значит, что решили, что память тоже, она, значит, такая вот, на молекулу напись, тем более похоже все. Ведь ДНК есть. Там же записана какая-то информация. Там, на самом деле, толком ничего не записано. Там записано скорость деления, и там структуру белков, ферментов и прочего. Больше там ничего нет. Остальное из межклеточных взаимодействий появляется. Так вот, искали. И искали очень неудачно, в зависимости от безграмотности. Ну, знаменитая работа 60-х годов, когда считалось, что есть биохимические молекулы носителей памяти, это когда планарий. Взяли, обучили планарий, такие плоские, свободно живущие червяки, которые ползают в Т-образном лабиринте. С одной стороны, их бьют электричество, ну, так, с педагогическими целями. А с другой стороны, нет, когда не поворачивайте туда. А с другой стороны, там тепло, сыро и жвачно, то есть корм. И поучив их, всего 9 штук было, они, значит, взяли, сделали что? Разрезали их и скормили неученым. И ура! Неученые, сожравшие ученых планарий, стали поворачивать куда нужно. Ну, конечно, я сами понимаю. То есть еда засунула в мозг существу воспоминания. Да, но это с точки зрения, как вы понимаете, западных ученых. А, это не факт. Да, ну, что там, во-первых, надо учиться. Многие ученые на Западе об этом не догадываются. Ну, вот, значит, ну, они просто не помнят, что, например, в желудочно-кишечном тракте просто расщепляется все до очень маленьких молекул, которые не несут информации. Но, тем не менее, тут же возникли призывы. Давайте, значит, съедим профессоров, будет всем хорошо. И учиться не надо. В общем, это такая квинтэссенция глупости. Ну, потому что люди, во-первых, безграмотные. Они не знают, что такое есть гематоэнцефалический барьер, непроницаемых даже для многих препаратов медицинских. Не знают о том, что в желудочно-кишечном тракте это все расщепляется до неинформационных молекул и так далее. Но это квинтэссенция событий, потому что потом очень много лет искали разные молекулы памяти. То есть искали какое-то вещество, которое могло или подменять с собой память, или на нем могло записываться в простые времена, а потом просто с помощью вещества стимулировать память. То есть, ну, потом это все прошло, в конце концов. И сейчас, в общем, картина такая. У нас два вида памяти. Это известно любому психологу. Но это не окончательная картина. Ну, это не совсем окончательная картина, скажем так, которая состоит в следующем, что нейроны живут, имеют запас пищи очень короткий. Примерно шесть минут. Если, значит... Шесть минут? Да, но если вам любимая супруга перекроет поток крови, да, или подушечкой кислород, то через шесть минут нейроны начнут утрачивать память безвозвратно. То есть, на шесть минут внутренней энергии хватает, чтобы поддерживать. Это о чем говорит? О том, что она оперативная и находится в связях. Каждый нейрон имеет от ста тысяч до миллиона связей с соседними. И по ним бегает непрерывно сигнал с высокой скоростью. Несколько там тысяч сигналов, несколько сотен сигналов в секунду. В холостую? Нет, нет. Она все время не просто так. Эта информация, пока она бегает, она хранит. Все, что вы вокруг себя видите, вы так или иначе запоминаете. Но если это не востребовано, то тут же и забывается. Это на имеющихся связи. Вот эти связи всю жизнь формируются новые и разбираются старые. Понимаете? То есть, что получается. И таким образом, если вы что-то даже запомнили очень важное. Ну вот, например, проводили исследование про детство. Первые детские воспоминания. Что люди вспоминают? Большие стрессовые ситуации. Связаны или с самооценкой, или с стрессом в семье, или еще что-то. Почему? Потому что они запоминаются надолго. Я вот метро помню. Ну, вас стрессанули, как следует. Вы и стали. Значит, это в чем дело? Память тогда хороша, когда образуется большое количество этих самых связей. И тогда физически закрепляется. Это и есть долговременная память. А кратковременная, когда на существующих уже связях, вы как бы добавляете туда сигналы. Это дорого, невыгодно содержать. Большие энергетические расходы. И поэтому, если что-то не востребовано, то, значит, соответственно, выбрасывается. А пластичность-то в чем? Что каждый нейрон образует новые связи всю жизнь. Постоянно. Да, каждый день 2-3 синапса новых. То есть 2-3 контакта с другом. Но при этом 2-3 он обязательно разрушает. Поэтому в вашем воображении, вы себе представляете... Что было так вот. Да, что вот у вас была любимая девушка, возлюбленная. На самом деле она была такая коротконогая, толстозадая, с кривыми лохматыми ножками, курносая какая-нибудь. Я смотрю, вы определенно положительно сексистски настроены. Так я всегда положительно сексистски настроен. Все зависит от масштабов сексизма. Значит, вот такая девушка. А потом в вашей памяти, когда вы уходите во времени, постепенно она превращается... В нимфу. В куколку Барби такую. Ножки выпрямляются. А, кстати, а почему действительно воспоминания имеют свойства, ну, как-то становятся более позитивными? Потому что мозг, у вас же связи одни разрушаются, другие образуются. И на новь образованных связей вы уже изменяете предыдущий свой опыт так, как вам больше хочется. Поэтому приезжайте в свой старый дом к родителям, например, в любимый Санкт-Петербург. Ну, и там выходите в парк, видите, думаете, там здесь как все было хорошо, выходит, какая-то дрянь кругом. Какая-то все мелкая, дом кривой, потресканный, потолки низкие. Какое-то безобразие. Ну, вот почему? Потому что ваш образ внутри, вы вырастили тот, который вам больше всего нравится. Отсюда проблемы. Люди очень часто, побывав где-то, вернувшись там через несколько лет, там, приезжаешь, смотришь, думаешь, чему я в этом Нью-Йорке удивлялась? Вроде смотреть не на что. Сарай и сарай. Ну, эти. То есть у мозга есть свойство раскрашивать воспоминания. Да, причем в позитив. Подгоняя к вашему индивидуальному, к вашим индивидуальным особенностям мозга. Поскольку мозг очень изменчив. Понимаете, вот почему писатели, ну, особенно такие известные подлецы и хитрованцы, ну, типа Хемингуэя, значит, они очень хорошо все описывали. То есть они говорили очень короткими фразами, чтобы человек задумывал образы за автора. Он не описывал, что там подробно, детально. Давал возможность разгуляться. Нет, он подлым образом вам впихивал в голову каркас сюжета. А ты сам уже... А ты в рамках своего мозга, своих индивидуальных особенностей обвешивал все это аксельбан. Со временем. Со временем. То есть когда читаешь, думаешь, вроде и ничего такого. Ничего такого. Но ты представляешь, каждый же представляет себе. Если у тебя нет дополнительной информации, то ты в память записываешь на этот каркас, хомингуэвский, достаточно пошлый, похожий на, например, русско-английский разговорник, на самом деле. Диалоги почитайте, но это же ужас. А ты навешиваешь собственные образы. И тогда это тебя берет и подкупает намного лучше. А в том же получается вот секрет следующего явления, когда, например, масса человеческая начинает протестовать против очередной экранизации какого-то произведения и говорит, да не так же все автор-то описал. Да она не такая героиня. Неправильную актрису выбрали. Но она должна быть другая. То есть у каждого в памяти возникает в мозгу свой какой-то образ. А когда режиссер предоставляет уже готовую картинку на экране, у народа возникает протест. Мол, типа, что вы сняли? Слишком подробно. Да, что вы сняли? Это не такая. Обратный пример. Вот когда снимали фильм про Эсидору Дункан и Есенина. На самом деле, можно же это посмотреть. В интернете есть записи танцев Эсидора Дункана. Это такая кратконогая с большими достоинствами весовыми. Дамочка, которая в бешеном темпе сучила лапками народные танцы. В общем, Есенин, наверное, позарился из-за каких-то, ну, каких-то таких не совсем стандартных представлений о женской красоте. Мягкой. Это жуть совершеннейшая, которой Эсидора Дункан. Значит, ну, вы знаете, как она погибла по собственной глупости. Ну, у нее шарф, длинный шарфик, который она ездила на машине открытый, намотался. Пусть она жалко. Любого жалко. Даже воробья. А уж Эсидора Дункана подавно. И вот это вот сокровище, оно, значит... Но, когда мы смотрим фильмы, там, значит, такую прекрасную американскую, по-моему, актрису какую-то, вполне достойной внешности использовали. Ну, все говорят, ну, да, да, она такая была. Потом смотрят, боже мой. Ну, ладно, это режиссерский образ. Режиссер должен идеализировать, тогда всем подходит, понимаете? То есть, не надо... Поэтому кукла Барби нравится. Это абстракция с такими конечностями анорексийными такой формы и такого вида после восьмой пластической операции. Ну, вот. Это никому понравится, не может, но это идеализированные образы и девочки ведутся. Да. Друзья мои, Сергей Вячеславович Савельев, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии и человек Российской Академии наук у нас сегодня в студии. Мы о пластичности памяти говорим. Ну, вот, Сергей Вячеславович, и вы, и мы, соответственно, тоже вошли уже в тот период возрастной, да, когда вдруг начинают отчетливо всплывать в памяти воспоминания отложенные, ну, там, 20-летней, 25-летней давности. И казалось бы, что они хранятся где-то далеко в памяти или даже ты не думаешь о том времени. И вдруг очень отчетливо вот как бы какие-то вот эти вот периоды, отделенные от нас десятилетиями, да, начинают вдруг подгружаться. Да, конечно. И говорят, что чем старше человек, тем он отчетливее помнит юность. Да, и плохо помнит вчерашний день. А в этом, вот в чем здесь парадокс? Это первые звоночки склеротических изменений. Я вас поздравляю. но я не помню и детство, и вчерашний день. Вы отлично сохранились. Да. Это чудесно. Это каждый день как новый называется. Более-менее. Это хорошо. Это не так плохо. Зато у вас высокая степень адаптации. Ну да. Если бы вы хорошо все помнили, вы бы вряд ли бы здесь жили. Какая шутка прекрасная. Так вот, значит, почему это происходит? На самом деле это вопрос такой. Дисбаланса. До примерно 30 лет. У человека 27-30 лет, учитывая то, что процесс эволюции сейчас идет. Еще активно. Сергей Вячеславович, а мы сейчас проверим наших слушателей, запустим короткую рекламу и проверим, будут ли они через 2 минуты помнить то, о чем мы начали говорить. Друзья мои, с нами сегодня Сергей Вячеславович Савельев, профессор зав. лаборатории развития нервной системы Института морфологии Человека Российской Академии Наук. Мы для тех, кто помнит, что было 4 минуты назад, продолжаем разговор о вот этой истории, когда с возрастом всплывают воспоминания раннего, ранней жизни. Детские воспоминания, ну, во-первых, потому что они хорошо закреплены. И закреплены они очень крепко, потому что, когда ребенок развивается, у него на первых этапах развития, где-то лет до 14, до полового созревания, в основном связи всякие, которые возникают внутри мозга, подходят, проходят под влияние внешних каких-то событий. И ценности этих связей долговременных, почему важный язык учить, например, в юности, там, билинговые делаются и прочее-прочее, легче намного, потому что возникают долговременные память, долговременные связи между нейронами, это синапсы. И там не по 2-3 в день, а там десятки в день. До 14 лет? До 14. А потом, когда начинается половое созревание, там все эти процессы направлены только для того, чтобы себе изготовить генокопию. Целеустремленность гормональная, она уже все. Там после этого можно дальше к человеку не обращаться несколько лет, поскольку ни о чем думать, кроме как о собственных половых органах или о чужих, он не может. В этот момент гормональный уровень так высок, ну, у разных людей в разное время возникает и по-разному сохраняется, но так, что невозможно. И это вытесняет, то есть, поскольку основная биологическая цель это изготовление потомков, это вытесняет вот эти долговременные воспоминания, которые сохранились у человека на долгие годы. Ну, конечно. Потому что они закреплены, то, что называют долговременной памятью. Но эти психологические термины я ненавижу, потому что психологи сами под ними не понимают, что говорят. Имеется в виду связь, то есть память, обеспеченная огромным количеством межнейронных связей, которые очень устойчивы. А потом, когда гормональные стрессы проходят, и уже день начинается не с поиска полового партнера, а с чего-то другого, то есть, человек начинает в чем-то задумываться, у него постепенно гормональный фон падает. И когда гормональный фон падает, где-то 35-40 лет, начинается вот это самое всплывание всех этих замечательных старых воспоминаний, которые были очень жестко закреплены. Вот в чем дело. То есть происходит смена, по сути дела, механизмов работы мозга. Сначала вы врастаете в этот мир, запоминаете много в долгобременной памяти, поскольку мозг растет и образует эти связи. Потом все это вытесняется задачами изготовления себе подобных. Женщинами. Ну, у мужчин женщинами, у женщин мужиками. Значит, ну, у некоторых так, они из этого состояния не выходят. До 80 лет. У нас некоторые плесуньи, там пивуньи такие есть. И тогда следующая фаза не наступает. Понимаете? Там остается только половой период. А у тех, у кого происходит это нормально, падает половая активность, и тогда начинается вот это воспоминание того, что было до этого периода. Обратите внимание, ваше личное воспоминание в основном, ну, за исключением первого сексуального опыта. Он, как правило, негативный. Ну, он, как правило, негативный. Да, там непонятно, что куда девать для многих. И в основном до этого периода. И вот воспоминания нежные, там о бабушках, дедушках, в деревенском сеновале еще без... Без вообще водяну. В одиночку. Да, да, да. То есть и прочее, и прочее. Они начинают неожиданно приобретать особую яркость, сочность, потому что они закреплены были мощными связями. Хотя они изменились, но было такое мощное запоминание, то есть в таком количестве связей, что истребить это довольно сложно. Вот смотрите, насколько разные воспоминания подгружаются сейчас в память наших слушателей, которые делятся ими при помощи ватсапа. Мужчина Сережа пишет, уже такой достаточно элегантный. Помню, как в три года мне в глаз залетела пчела и стала там жить. Это вот у мужчины. А другая девушка пишет, я помню все свои любови. Вот помнит мужчин. А, ну мужчин, это же уже после 14 лет. Но у девушек вообще связано с гормональным запечатлением это очень важно. И даже если мужчин может быть больше, чем волос на голове, все равно воспоминания сохранят. Ренат, 45 лет, спрашивает. Хорошо, что уточняет возраст. В магазин хожу со списком, написанным женой. А сколько лет Ренат? 45. Не могу запомнить больше трех позиций. А в списке, наверное, штук 15, да? Порошок, губки. Дело в том, что если бы для него это было жизненно важно, и если бы по приходу домой у него были бы физические страдания, то все бы он запомнил. Потому что человек, как показывает опыт подготовки этих десантов-диверсантов, то есть шпионов, как у нас, так и на Западе, если человеку дать в руки кнопку, а к мягкому месту подвести, ну, хотя бы 40 вольт. Электроды. Да. Ну, с педагогическими целями. Это понятно. Как у Планария, о которых я говорил в начале. И показывать ему 2000 номеров автомобилей, то он отлично 2000 за раз усваивает. И при повторном показе он должен инстинктивно то же самое 2000 лиц и прочее. Но это специально готовит людей, чтобы они там крышку и прочее. Только их током бьют их. Да, а если не угадывает, то бьют током. Сообразительность у всех проявляется прекрасно. То есть это вот насилие. Да, да, да. То есть спокойно жене можно сказать, что телефонный провод и все. И можно без бумажки обойтись. Через на десятый раз он уже запомнит все прекрасно. Сергей Вячеславович, вы страшные вещи говорите о работниках разведки. Да. Сегодня мы о пластичности памяти посвящаем наш эфир. Ребята, у нас есть такое предложение задержаться в студии еще на некоторое время. Потому что не вся тема может быть исчерпана и за час, а уж за то время, которое у нас из-за пробок образовалось совсем недостаточно. Давайте попробуем после новостей начала часа еще раз Сергея Вячеславовича помучить и поговорить с ним. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, ну что же, решили мы Сергея Вячеславовича Савельева еще на полчасика попросить задержаться в нашей студии профессора, заведующего лабораторией развития нервной системы Института морфологии и человека Российской Академии Наук. Конечно, много ваших вопросов, много каких-то воспоминаний об организмах наших с вами. Вот, например, Валира, 31 год, пишет «Доброе утро, детство совсем не помню. То, что рассказывают родители, не воспринимаю никак. Даже внутри ничего не всплывает. Внутри. Начинаю забывать школу, однако все знания из школы хранятся на 100%. Такая зарисовка. Вот, благодарность от Рената, 45 лет, который ходит со списком в магазин. Спасибо за пояснение. Жене передсказывать не буду на всякий случай. Да. Это правильно. И, Сергей Вячеславович, товарищ один бьется такой настойчивый. Несколько раз прислал один и тот же вопрос, одну и ту же просьбу. Пояснить обещанную специалистами, проносящуюся перед смертью всю, значит, вот эту всю жизнь в каких-то картинках. Об этом любят говорить писатели, поэты. Но это если вам повезло, и вы умираете в постели, в хорошем, в окружении вдовы с менделевидными глазами и прочие всякие прелести. Но еще не вдовы. А можно же просто получить пульку в лоб, и тут ничего не пронесет. К сожалению. А это у нас запросто. В нашей стране. Или рулем как-нибудь тебя там оприходуют. Или еще что-нибудь в таком роде. То есть для этого нужно умирать спокойно. Значит, спокойно, в постели, значит, тихо, отходя в мир иной. А если в сурьез? А если в сурьез? Нет, ну всерьез, на это нужно время, чтобы все пронеслось. Что там может пронесниться, если так и не узнал, что... Но проносится или нет? Вот товарищ спрашивает об этом. Если умирание идет так медленно, то есть со всеми делами, смазка Гиппократа, то есть вот это, то есть когда мимические мышцы остановились, когда так человек не потерял сознание при этом, то да, обычный человек вспоминает, поймите, почему это происходит? Потому что когда обычный человек умирает, уменьшается... Это целый раздел науки, тантологии. Человек... Нейроны уменьшается обычно кровоснабжение. И в этот момент происходит так называемый финальный энергетический выброс. То есть что это такое? Никакое там ни чудо, ни х-лучи, ни... Просто нейроны используют до конца свой АТФ. То есть в надежде на то, что как-то может быть очухается. Это обычная биологическая система защиты. И в этот момент вот этого финального подъема энергетического баланса, последнего всплеска, да, действительно, мощный выброс, значит, АТФ, его реализация, быстрая самими нейронами всех остатков, она, да, часто вызывает, в том числе, ассоциативные воспоминания самые разные. Естественно, не все проскочить не могут. В последовательности. Да, потому что, во-первых, жизнь довольно длинная. Воспоминаний много, и какие-то ключевые, конечно, могут. К тому же скорость передачи сигналов между нейронами, она финальная. Там больше 200 импульсов в секунду не получится, поэтому не надо себя обманывать. А вот то, что иногда люди говорят, там мы видим некий туннель, там свет, туда-сюда, это тоже известная вещь. Это точно соответствует динамике выключения сосудов в затылочной части, там, где у нас зрение, зрительного 17-го поля, по мере выключения, значит, как раз получается, так тухнет свет. Если человек реанимирует, то, значит, вроде-то он возвращается. То есть вы не романтик, Сергей Вячеславович? В каком смысле? Нет, я просто, вы знаете, способов обмануться так много, тем более, тебя все время пытаются обмануть на каждом шагу, что уж самообманом заниматься, дело последнее. Так, значит, тоннель есть, но это имеет обоснование. Но это тоннель, это визуально, это просто, скажем так, отключение сосудистого кровоснабжения в затылочной области. Сергей Вячеславович, парируете многочисленные, даже знаю лично, таких людей, которые пережили клиническую смерть, да, и которые, значит, их воспоминания не оптимистичны, за светом следует некое облегчение и ощущение комфорта, который исчезает как раз при возвращении к нормальной жизни, и человек даже тяготится тем, что он вот опять оказался в этом мире со всеми его минусами. Ну, физические, физические минусы. Дело в том, что когда отключаются рецепторные аппараты у человека, вы действительно используете некоторое, будет возникать ощущение комфорта, но сомнительного свойства, потому что любая рецепторная нагрузка, ну, на руку, например, на глаза, на слух, да, на слуховую систему, она требует затрат энергии. Ну, нужно, чтобы каждую секунду нейрон вырабатывал, щепил АТФ, использовал энергию, формировал синапс и передавал. А у нас мозг так устроен, что любое снижение энергии поощряется прекрасными веществами. То есть экономия. Да, какими веществами? Канабиоидами, внутренними, эндогенными, ничего не надо это... Покупать. Покупать, да. И вводить в себя внешним. Дальше. Канабиоиды, опиоиды, горячо любимый окситоцин, эндорфин и много чего прекрасного. Поэтому, чем больше вы... То есть это химия чисто. Чем больше вы ленитесь, чем меньше мозг расходует энергии на поддержание жизни, в том числе и на рецепции, на обслуживание рецепторного аппарата, тем больше удовольствия от мозга. Поэтому у нас внутренние вот эти наркотики, эндогенные, они как раз нас и заставляют лениться, изменять с чужой женой, воровать деньги и прочие всякие ужасы. Это на самом деле наследие обезьяния эволюция. А почему же именно с чужой? А потому что заботиться не надо, энергетические расходы ниже. А, ну то есть... А поскольку мужики-то еще полигамы, значит, чужая жена вообще хорошо. Нас же ведь важно... Тот ее содержит? Да, а ты плодотворил, ужать прекрасно. Вот это да. Здравствуйте, пишет Александр, 39 лет. Скажите, пожалуйста, а почему я не помню, и не только вы, Александр, первые годы своей жизни и, например, собственные роды? Ну, то есть, свое рождение. Свое рождение? Нет, слушайте, вы просто какой-то ужасный вредитель. Вы же подрываете основу жизни и деятельности психологов и психоаналитиков. Потому что в основе же их замечательного учения, придуманного на девяти больных известным авантюристом Фрейдом, значит, лежат, собственно говоря, обращения все время к детским воспоминаниям, которых нет. Это особенно прелестно. Мне всегда нравятся такие лингвистические науки. А дело в том, что как раз наш мозг до семи примерно лет очень активно перестраивается. То есть, в чем дело? Мы рождаемся достаточно убогие. У меня даже книжка недавно вышла, называется «Морфология сознания», специально написана для девушек, которые хотят быть мамами или уже мамы. Потому что там я описываю не с точки зрения психолухов и всяких там олухов других, что происходит с мозгом человеком в развитии. То есть, внутри утробы матери, после рождения, чтобы они понимали, что можно от детей требовать и мучить их. А что нельзя? Ну, просто мозг не готов, а они их там и ранят всячески. Просто книжка из гуманистических соображений написана. Так вот, дело в том, что у детей после рождения там масса всяких недостатков. приведу только один пример. Поле зрения 20%. Вообще поле зрения. Чего вы там трясетесь где-то сбоку своими этими причиндалами. То есть, надо зависать четко, перпендикулярно. И там еще и кора начинает созревать там чуть не через полтора года для того, чтобы понимать, что происходит. То есть, вот когда женщина говорит мужчине, ты не занимаешься с ребенком. До полутора лет это бессмысленно. Да, в общем-то, в школу отдавать надо ближе к восьми годам на самом деле. Минимум. Да, потому что кора еще незрелая и он там будет вести себя как обезьяна натуральная. Не из-за того, что он такой плохой или недостатка воспитания или еще что-то. А из-за того, что мозг не созрел еще между нейронами вот этих самых связей, которых должно быть ну минимум там в одном нейроне сто тысяч, их еще они не сформировались. Есть работы там до семи лет у ребенка. А что за паразиты тогда придумали с пяти-то сдавать в школу? Как? Те самые паразиты, которые хотят, чтобы пораньше в армию, пораньше паспорт выдать с целью, чтобы начали тут же еще плодить солдат или там кого. Работничек. Ну это же наука так говорит. Это не наука. Наука вся проплачивается из госбюджета во всем мире. И поэтому что закажете, то испоют. Поэтому не надо. То есть в пять лет бессмысленно. В пять лет нет. Если речь идет о лингвисте, ведь они тут же скажут, что смотрите, а вот билинговые. Видите, как хорошо это будет? Шпарят. Да, шпарят. Ну правильно, вы создаете среду, будет билинговая. Вот это нужно и необходимо, потому что просто... А что там происходит в мозге у билингвальных, ну то есть двуязычных людей? Ничего не происходит, все нормально. Нет, нет, я имею в виду, это же получается некое раздвоение, потому что если мы, ну с точки зрения филологии, да... Да мозгу все равно. Нет, нет, ну с точки зрения, Сергей Викторович, с точки зрения филологии, да, язык это определенная среда, определенное мышление, да, и стиль жизни, ну такой программируемый. А тут у человека в голове, да, и русский, когда можно, в общем-то, слово поставить в любое место в предложении, и, так сказать, поменяется нюанс, да, то есть нет четкой структуры, а тут у человека в голове сидит как бы два сразу языка. Ну это не страшно, ну во-первых, не, я не беру, что страшно. Насчет немецкого порядка, это комедия, ну вот немцы там в конце 19 века были хуже китайцев там в 70-х, там ни одна гайка ни к одному прибору не подходит, если даже не подряд сделаны, значит это ужас полнейший. Ну вот. Порядка у них очень там немного, они любят по этому поговорить, ну как каждая нация, как американцы, жалко, что Тима ушел, у них там всегда герой, да, герой как, он выкидывает карточку в окно кредитное, увольняется с работы и уходит вдаль босиком. Это дауншифт. Да, в Америке это невозможно увидеть, это мечта нации, так себя вести. Ровно так же у немцев. То есть это сказка. Да, это сказка. У немцев то же самое, сказка это порядок, потому что они с трудом добиваются того, чего добились, на самом деле нет. Ну, все-таки вернемся с билингами, что значит происходит. На самом деле то же самое, что с математикой. Вы владеете русским языка, так с трудом, но зато очень хорошо знаете математику. у вас алгоритмы разные, мозгу вообще все равно что обрабатывать, на самом деле. Ему без разницы. И вы спокойно же переключаете, вы же не пытаетесь написаться там, написать, взять PR-квадрат, вместо этого написать корову слово. У вас же не возникает такой мысли, правильно? Хотя система хранения, информация примерно в одном и том же месте. То есть на самом деле емкость мозга человека очень мало используется, и пять, и семь языков это не предел, если больше ничем не заниматься. Ну вот, а два, так это вообще... А вот это разделение на условно говоря гуманитариев и адептов математики, физики, это обусловлено тоже... Обусловлено конструкцией мозга. Межполушарная асимметрия никакой нет. Это вранье все психологическое. Потому что я встречал людей, у которых, например, левого полушария вообще нет вместе с речевыми зонами. И никто бы никогда не узнал, потому что люди отлично говорили, все, кончали школу, институт. И все эти сказки про асимметрию, это удобный способ психологам получать гранты на всякую ахинею. На самом деле, это индивидуальная конструкция мозга. То есть, и действительно, есть области и центры, которые позволяют там больше речевые. Причем, ладно бы там было чуть-чуть разница. А разница-то какая? Минимум пятикратная. Вы можете себе представить. Пятикратная. Это гигантская разница. Представляете, машина там в пять раз больше, в пять раз больше. Или лыжи там в пять раз длиннее. Ну, это ужин. Или мазь в пять раз гуще. Да, да, да. То есть, огромная разница. Поэтому, да, индивидуальная специализация мозга, это, как правило, основа его конструкции, которая индивидуально изменчива. Мы можем это идентифицировать в достаточно раннем возрасте, чтобы человека не мучить теми предметами. Ну, сейчас можно даже совсем ранним, но только, к сожалению, после смерти. Это уже не поможет. Вот. А если всерьез... Ну, чтобы жизнь у человека сложилась более-менее гармонично. Создать рентгеновский томограф с разрешением 1 в окселе. Микрон на микрон на микрон. А сейчас сколько минимум? Сейчас обычно 100-150, но уже вся физика к этому сделана. И я думаю, что по тем переговорам, которые я веду, поскольку у меня есть книжка изменчивости и гениальность, быстрее всего это сделают китайцы. Через сколько примерно лет? Сам прибор, я думаю, можно создать за 2-3 года. А вот обработка информации, чтобы сканировать? А это уже очень легко. Потому что базовые вещи некоторые разработаны уже. То есть есть с чем сравнивать. Это не пустое место. Уже есть разработанная теория гениальности. Она у меня изложена. Где можно прям брать людей и смотреть, какие комбинации мозговых структур и, соответственно, делать соответствующую работу. И можно родителям, в частности, давать советы, в какую сферу направить человека? Где-то с 14, там, с 16, ну, 18 лет уже можно было бы оценить. Это был бы выход для всех огромный. Потому что, ну, не только из-за того, что мы можем отбирать гениев в военную области. А у нас там сейчас это искусственный интеллект под названием «Искусственный маразм». Значит, доминирует это, понятно. Значит, но и самое главное, контролирует отбор людей с нужными способностями на нужных должностях. Именно поэтому в большинстве стран это работать не будет. Потому что власть, придержащие, как огня, боятся именно этого. Объективности оценки. Как их, так и их детей. А что происходит со связями, спрашивает Юра, ему 53, со связями, ну, в мозгу имеется в виду, при приеме алкоголя? Вот с детства, помню эту тему, там, нейроны не восстанавливаются, они убиваются граммом алкоголя и так далее. Ну, граммом алкоголя, это убивается, я боюсь, что у тех, у кого уже их нет. Остатки действительно можно убить. Но насколько, насколько вот... Я вам сейчас объясню самое главное. Дело в том, что первая порция пищи, независимо от того, что мы едим, краткое введение в профессию, давайте, превращается в две вещи. Вот вы не ели 12 часов, при вашей массе в 110 килограмм, примерно, да? Ну, где-то. Ну, где-то так, да. Хорошая масса. Вы не ели 12 часов, уже чувствуете, что вы сейчас проглотите свои собственные наушники. Это уже понятно. Значит, что вы делаете? Вы едите как следует. Что дальше происходит? Первая порция пищи расщепляется, независимо от того, что вы съели. Чистое мясо, или постную гречневую кашу. Или макароны. Или макароны. Все уходит в ноль. Или постного бобра, который рыба, как известно, в пост. Ну, он становится рыбой. Это по нашим правилам. Я вас понимаю, профессор. Значит, неважно, что вы съели, вы, в конце концов, у вас что получается? Первая порция пищи в сахар и в алкоголь. Учитывая 110 килограмм, делим напополам, значит, 50 миллилитров чистого спирта, принятые в течение часа. То есть, если взять у вас кровь, это будет понятно. И так многие в горбачевские времена налетели на большие проблемы люди. Люди долго не ели, ели потом, потом оказывалось, что у них как бы алкоголь в крови. То есть, можно и прав лишиться? Запросто. Да? Да, запросто. Поэтому, как говорят диетологи, надо понемножку, но почаще. А то, не дай бог, большой скачок вызывает. Это заметно, это легко проверить. Именно отсюда вот эти все истории с минимальным объемом алкоголя в крови, за который там отнимают права. Это не из-за того, чтобы человека заставить не пить или разрешить ему две кружки пива. Не об этом речь идет. Речь идет о том, что у нас есть эндогенный алкоголь, как тот же самый, как тот же самый канабиоиды, опиоиды в мозгах. Если взять какой-то добрый постовой, вам воткнет шприц в мозг в момент вашего райского наслаждения, вы наели шоколадки, и там окажется потом с помощью сложного прибора какого-нибудь жидкостного хроматографа вам выявить, что у вас там канабиоиды и опиоиды. Это что, повод для того, чтобы вас посадить? Нет, конечно. То же самое алкоголь. Эндоген, он вырабатывается. Это наш нормальный метаболит. Поэтому, если вы выпиваете не больше физиологической дозы, которая вырабатывается в течение дня в вашем собственном организме... Это сколько, как по формуле рассчитать? ваша масса, 110 килограмм, делим пополам, 55 миллилитров, ну, 55 миллилитров чистого спирта. Чистого спирта. Ректификата. Значит, ну вот, в общем, соточку с небольшим вы можете спокойно хлопнуть. Почему? Потому что алкоголь-догидрогеназа привыкла вырабатываться в таких количествах в течение дня для того, чтобы инактивировать ваш собственный эндогенный алкоголь. Вот в чем смысл. А если вы будете превышать этот предел, то, конечно, уже изменения. какие изменения? В первую очередь, нельзя там выпивать плохие всякие напитки. Почему? Потому что алкоголь выводит электролиты через почки. Это известный факт. И там падает электролиты, которые нужны для нервной проводимости. Это раз. А в результате электролитов не хватает. Что происходит на утро, если вы напились фальшивой водки? Значит, у вас был сосуд большого диаметра, потом он расширился, морда красная, пока вы упивали. А потом он сжался, но сжался больше, чем был расширен до этого. В результате происходит спазм сосудов, нейроны лишаются питания, и от этого погибают. То есть, вы морите нейроны, голодный смерть. Ну, а если вы выпили немного и качественного, то сосуд может не только расшириться, но и сохраниться в расширенном состоянии. Правда, для этого тут уже надо грабить банки. Да. Сергей Вячеславович спрашивает товарищ, Алексей, 34 года. Как влияет на мозг МРТ? Вредит ли вот это сканирование? Вы знаете, что, придя домой, возьмите такую штучку, есть датчик электромагнитного излучения, пройдите. У вас такое МРТ дома, а если еще и сосед увлекается какой-нибудь музыкой или, не дай бог, радиосвязью любительской, то вы просто сидите на кипятильнике из МРТ. Вы посмотрите, что излучают все ваши полупроводниковые приборы. Померьте, гамма-бета-излучение тоже очень полезные приборы, сейчас мало распространены почему-то. И прочее. Вы увидите, что вреда от просто проводки различных, электрической, даже ламп со стартерами, которые вот эти светодиодные, там излучает. Вы посмотрите, как приемники работают. Что это они начинают визжать и шипеть? Это же все находится вокруг вас. Поэтому, да, конечно, что МРТ влияет. примерно так же влияет, как вы, закурив сигарету рядом с Липецком металлургическим комбинатом, значит, влияете на атмосферу. Да. А Wi-Fi это такая... Любое излучение не очень хорошо, но эксперименты на эту тему плохо финансируются. На самом деле, ведь несложно там поставить 20 телефонов в крысе в клетку и там ее подержать. Но результаты будут такие, что многие фирмы, я думаю, предпочтут заплатить, чтобы экспериментов не было. Ну и, наконец, вот такой комментарий глубокий и одновременно печальный. Женя пишет, чувствую, что после выходных тупею. Вот. Для того, чтобы не тупеть, надо пользоваться мозгом, потому что мозг устроен так. Если вы не думаете ни о чем, мозг радостно приветствует с помощью внутренних наркотиков. Это понятно. Это прекрасно. То есть лежать на диване с бутербродом еще рядом с чужой женой и подложив под ноги чемодан с украденными деньгами, это и есть апофеоз обезьяньего счастья. Да, после такого мозг трудно достать работать. Почему? Потому что, когда он не работает, у нас и так-то в норме работает всего 20% сосудов мозга. 20? Да всего 20. А остальные омертвевают? Нет, они постепенно омертвают. Это вот барасм. Это отдельная история, отдельная передача. Но у нас работает немного. Но и то, что работает в случае, если вы ведете праздный образ жизни, работает только меньше, чем наполовину. Понимаете? И, конечно, заставить мозги на следующий день после такой прекрасной жизни, как я описал, включаться и работать. Это значит, в полтора раза надо повысить энергетический обмен мозга, а еды мало. До этого 45 миллионов лет у обезьяны еды не хватало. Убедить себя, что еда будет завтра, невозможно, поэтому, естественно, мозги сопротивляются всеми силами. Работать мозг не хочет ни в какую. Это основной двигатель эволюции. Да. Ну и, наконец, Сергей Викторович, короткий вопрос, одним словом, ответ ввиду, так сказать, временного небольшого запаса. Спроси, Серега, профессора, а если два-три раза в неделю выпивал, а сейчас бросил совсем, вредно ли это? Бросил совсем. Сколько выпивал? Два-три раза в неделю. По ведру это одна история, а если там по стаканчику, то это совершенно другая, потому что с возрастом алкоголь до гидрогеназа, конечно, вырабатывается меньше, но лучше выпивать надо чуть-чуть физиологическую дозу для аппетита. Не больше. Не более того, и тогда все будет хорошо, тогда надо будет печалиться. Сергей Вячеславович, спасибо вам большое. Сергей Савельев, профессор завлаборатории развития нервной системы Института морфологии человека Российской Академии Наук был сегодня с нами. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok